Здравствуйте, уважаемые друзья! Феликсович, здравствуйте! Вы приехали к нам в Тверь. С какой целью, с какой задачей? Задача у меня предельно простая. Поскольку меня избрали руководителем комиссии по работе с ветеранскими организациями, нужно готовить соглашение о взаимодействии Общественного совета и ветеранских организаций. И хотелось на местах посоветоваться с ветеранами, чем Общественный совет при ФСИН России мог бы им помочь. И чем они могли бы помочь Общественному совету, потому что это процесс взаимовыгодный, на мой взгляд. То есть вы как бусы, да, собираются? С каждого региона какое-то свое, где-то свое ноу-хау. Да, где-то свое ноу-хау, где-то свои инициативы, где-то, наоборот, своя критика, она нам тоже очень важна и полезна. И вообще хочется посмотреть в глаза людям, с которыми предстоит работать. Потому что, сидя в Москве, к сожалению, всю Россию одним взглядом не окинешь. Да, нужно приезжать вниз, прежде чем что-то подписывать и что-то создавать. Людям же предстоит реализовывать. И для этого я с разрешения руководства ФСИН России совершаю поездки по ряду регионов. В том числе и по Твери, которую очень люблю. И она по соседству с Москвой. Вот поэтому я здесь. Что вы разглядели в работе общественной организации, ветеранской общественной организации в нашем Тверском регионе? Ну, я, во-первых, разглядел то, что она очень тесно и плодотворно сотрудничает и с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, и с общественным советом при управлении по Тверской области. Просто это сотрудничество, оно больше, как мне показалось, семейное, а не организационное. И, с одной стороны, это меня очень порадовало, потому что теплые человеческие отношения, это очень важно. Но, с другой стороны, конечно, определенные элементы организованности хотелось бы добавить. Какие элементы? Мы как раз обсуждали сегодня на совещании. Будем продолжать это обсуждать, потому что здесь главное не перегнуть палку, чтобы не выплеснуть дитя вместе с водой. Ну, вот вы сказали семейные, да, вы верно заметили, потому что у нас, у всей России по Тверской области всегда отличало вот такое теплое, отеческое отношение и к своим сотрудникам, и к ветеранам, и к молодым сотрудникам. Это всегда была как большая семья. Вот в этом отличалось. Вообще, чем, по-вашему, общественники в силах помочь такой важной для России системе? Ну, в первую очередь, конечно, это улучшение имиджа системы исполнения наказаний в глазах населения нашей страны, и не только нашей страны, поскольку, как и любая система, входящая в силовой блок, вероятность службы исполнения наказаний подвергается часто незаслуженной критике. Вот. И эта критика мешает ей двигаться к совершенствованию, потому что она откликает и силы, и ресурсы, и кто-то должен этому противостоять. А, к сожалению, человек в сознании так устроено, что иногда информация, которая исходит не от государственных органов, а от общества, она воспринимается быстрее и больше верит. И поэтому в этом наша основная роль. Но мы не исключаем и такие возможности, как и какая-то материальная помощь, как и отдельным сотрудникам, так и вообще в мероприятиях, проводимых в Федеральной системе исполнения наказаний. Бюджет есть бюджет, это строгое правило, его нарушать нельзя никому. А задач всегда больше, чем бюджет, они всегда шире. И опять же, все мы, конечно, охватить не можем, но наиболее, так сказать, значимое и наиболее нужное, вот здесь мы ждем и рассчитываем на помощь как и от ветеранов, так и от систем, чтобы нам подсказали, куда в данный момент надо направлять как финансовые ресурсы, так и административные. В общественные советы входят люди, которые пользуются уважением, у них есть определенный круг возможностей. И как раз грамотное использование вот этого потенциала в сотрудничестве с ветеранами, есть одна из наших задач, чтобы это наладить, чтобы мы помогали там, где нужно и когда нужно. Да, общественный совет ПРИ, он больше внимания уделяет, основное внимание, это прежде всего тем, кто работает в системе. Потому что общественно-наблюдательная комиссия это права осужденных самих. На ваш взгляд, вы бываете в исправительных колониях разных регионов, я так поняла. На ваш взгляд, в целом по России и в Тверской губернии, что за люди работают в системе? Потому что у некоторых, опять же таки, складывается впечатление, что это очень недалекие такие вот упал-отжался, что называется, люди. Что там за сотрудники и в решении каких проблем они нуждаются? Ну, во-первых, большое достижение и, на мой взгляд, то, что там работают люди. Все-таки не механизмы, не винтики бездушной системы, направленные на то, чтобы человеку сделать плохо, как нас пытаются убедить. Некоторые, так сказать... Ну, проплаченные, скажем так. Ну, скажем так. Некоторые субъекты общественного мнения, там работают люди, для которых, для многих из которых соблюдение прав, находящихся у них под попечением товарищей, это не менее приоритетная задача, чем соблюдение должных инструкций себя как сотрудника. И они стараются по мере силы возможностей и, более того, даже стараются часто привлекать дополнительные возможности, что им, в принципе, не прописано в инструкции, да, для того, чтобы помогать и реализовывать права и как-то делать желание людей, которые они охраняют, вернуться в общество не деструктивными элементами, а полноценными гражданами этого общества, они это желание увеличивают. И я вижу, что в этом большой потенциал сотрудничества именно с общественными организациями, которые там... Многие из которых тоже искренне желают им помочь. Есть, которые пытаются заработать себе какие-то очки, но большинство, подавляющее большинство, об этом не думают. И в этом взаимодействии между общественными организациями и федеральным служб исполнения наказаний помощь ветеранов бесценна. Как консультативная, так и практическая, потому что ветеран, он, это тот опытный сотрудник, который все прошел, много что знает, иногда вообще все знает, да, и если он при этом не стесняется делиться своими знаниями как с сотрудниками, так и с общественными организациями, от этого бывает только польза, только польза. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Хорошее дело делаете. Я надеюсь на взаимодействие нашей ветеранской организации при УФСИН России по Тверской области. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Илья Арестов, член Общественного совета при УФСИН России, руководитель комиссии при УФСИН России, Общественного совета при УФСИН России по взаимодействию с ветеранскими организациями и заместитель председателя Общественного совета при УФСИН России по городу Москве. Спасибо. Всего доброго. Берегите себя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова